Здравствуйте! Это видео хочу посвятить поливу растениям, таким как литопсы. Как часто нужно поливать, сколько поливать. Надо сказать, что литопсы это не те растения, у которых должен быть какой-то особый четкий график. Например, поливаем среда суббота или через один день, или раз в две недели, раз в четыре недели. Здесь нужно всегда смотреть по состоянию растения. Если мы говорим о взрослом литопсе, который уже цветет, или просто это большой взрослый, не сенец маленький, который был посеян и в течение полутора лет, а именно взрослое растение, готовое к цветению, скажем так. Я его поливаю так. Нужно запомнить самое главное, что у литопса есть два периода вегетации. Другие месяцы это июль, декабрь, январь, февраль. Мы абсолютно не поливаем. Абсолютно это значит совсем поставили, забыли, закрыли шторкой. В общем, поставили и забыли про литопсы. Наступает у нас март месяц. Мы видим, что литопсы уже начали менять свои листья. Как только у них произойдет вот такая смена листьев полностью, их тогда можно поливать. Если мы видим, что у них еще вот сморщенные старые листья, и там есть еще влага. Вот в таких есть влага. А если вот так вот уже подсохли, в них уже в старой паре листьев нету влаги. Видите, внизу в самом. И само растение нужно потихонечку начинать поливать. Ну сколько? Ну вот столовую ложку налить. Потом понаблюдайте, как оно развивается. Самое главное в литопсах не перелить. И нужно достаточно света. Если у вас теневая какая-то сторона, мало света, вы видите, что ваш литопс начинает тянуться, вырастает огромным, переставайте поливать, переставайте его подкармливать. Литопсы вообще это не любят. В природе у них этого нет. Они живут практически на камушках, в каких-то расщелинках, которые попадают в малюсенький-малюсенький процент какой-то именно гумуса какого-то, ветром задуваемого. Поэтому удобрять не нужно. Вы даже покупая, когда литопс в магазине, выращивая его по тем необходимым правилам, которые именно предназначены для литопса, вы поймете, насколько меняется этот литопс, насколько он может быть стройным, а не разжиревшим, скажем так. В марте мы начинаем потихоньку поливать. Поливаем и наблюдаем. Через 2 или через 3 недельки вам нужно будет полить. Это нужно смотреть только по самому растению. Как вам понять? Вот мы смотрим на него и видим, что у него вот такие бороздочки, он сморщивается. Вот здесь, на самой ножке. Видите, какие морщины глубокие? Значит, эти литопсы пора полить. Значит, когда я буду поливать вот эти литопсы, вот эти, которые не сменили свои листья, я их вытащу из лотка. И как только они прольются, вода впитается. А почему вода образуется? Я много не поливаю, но просто это же каменистая в основном почва. Такой грунт каменистый. И поэтому нельзя, он не задерживается влага там. Она проливается постепенно, потом поднимается и поливается как бы так литопс. Сейчас покажу вам, какая у меня красота тут у соседей за окном. Прудики. Там, такое красотища. Вот. Дальше. Вот мы также поливаем. Смотрим, наблюдаем за ними. Если нужно, полили. Если не нужно, смотрим, что они надутые, что нет необходимости. Бывает, литопс вообще вровень с землей уходит. Все, пора его поливать. Как бы вот на это мы смотрим. Затем. Потом в июне. Мы начинаем в конце мая, в июне все реже поливать. Вы же подмечаете, например, сегодня вы полили, потом через две недели полили, через еще две недели. Значит, в мае это будет не через две недели, а через три недели поливаете. В июне тоже, но когда становится пекло, духотища, жарища, скажем так, у нас это обычно июль месяц, если кактусы, вернилитопсы поливать так же, как мы и поливали, они просто сварятся. От большого количества влаги они просто сварятся, они погибнут. Поэтому не нужно поливать, нужно меньше становиться, все меньше и меньше. Это не герань, это не розы, их не нужно часто поливать. Потом июль заканчивается в начале августа. Я вот сейчас не буду поливать 23 число. У меня вот они вот такие сморщенные, я их не буду поливать. Не сегодня, не завтра, в августе месяце я уже начну полив. Опять-таки, начинаем по чуть-чуть, буквально столовую ложку воды наливаем под корень. Но лучше всего, конечно, поставить горшочек этот в воду, он сколько нужно взял, потом переставили в другое место, водичка лишняя слилась, и потом уже поставили на свое место. Но это если у кого-то есть время столько, много, так ухаживать за своими растениями. У меня вот, к сожалению, такого большого количества времени обычно не бывает. Поэтому я как бы это быстренько-быстренько делаю, полила и побежала. Начинаем. Начинаем в августе по чуть-чуть поливать. И постепенно, постепенно, может быть, уже как бы там и 3 столовые ложки воды вливать в один горшок. Сторона горшка у меня у этого 5 сантиметров, высота, по-моему, 8, насколько я помню. Все, вот такое количество. Сейчас вот я, наблюдая сегодня за своими литопсами, я вижу, что есть некоторые, которые уже требуют смены горшка. Видите? Там им очень-очень тесно. Есть вот здесь вот 3 горшочка, которые желательно уже, вот 4, рассадить. Не рассадить, а посадить в больше горшок. Если вы думаете, что вы, например, возьмете литопс, у которого вот 2 головешечки, и вы возьмете, вы просто разделите. Вот такая филигранная работа, чтобы так разрезать, что абсолютно каждому из половинок вот этих, из вот этих, вот этих двух листьев досталось нужное количество корней. Сложно. У них не образуются рядышком два корня. У них у этого кустика, у одного там 3, 4, 5, 10 будет вот этих головок, да, самих литопсов. Они будут питаться от одного стержня, одного стержневого корня. И чтобы так разделить, чтобы хватило каждой части вот этого корня для каждого литопса, правильно подсушить, не загноить. Но это, знаете, такая филигранная работа. Проще посеять семенами и вырастить, нежели чем потерять хорошее растение, которое у вас есть в коллекции. Вот мы уже начинаем поливать. В августе-сентябрь поливаем. В сентябре они начинают у нас зацветать. В сентябре-октябре мы их поливаем, они цветут. В ноябре я обычно уже не поливаю, но литопсы продолжают свести. У них достаточно влаги в этих листьях для того, чтобы и доцвести, и образовать семена, и созрели, чтобы эти семена, и чтобы поменялись листья. На это все у литопса, вот в этих самых листьях, достаточно и питательных веществ, и влаги. Это необычные растения. Они не живут у нас, например, в Сибири, в тайге. Они живут в очень сложном климате, в котором очень мало влаги. Влага появляется в основном из росы в воздухе, из густых туманов. Дождей практически у них не бывает. Бывает и целый год в том месте, где они живут, не бывает дождей. Но туманы частые. Из-за того, что идет перепад температуры дневной и ночной, проявляется конденсат. И именно из вот этого конденсата, из вот этого тумана, они берут влагу для того, чтобы им расти. Корень у них тоже стержневой такой, длинненький достаточно. В природе он очень длинный, где-то 30-40 см. Как бы не ошибиться сказать, что он достаточно длинный, что он уходит очень глубоко в землю, в почву. Что еще? Если в следующем видео я сейчас запишу, как мы будем поливать сеянцы. Это у меня просто потом не загрузится, здесь уже 10 минут. На этом все. Вот так мы взрослые литопсы поливаем. Нечасто. Это не розы. Не нужно бояться, что им не хватит влаги. Нужно бояться того, чтобы у них горни не сгнили, чтобы их тело не перенасытилось, не лопнуло от влаги, от лишней. Не нужно их закармливать. Это такие растения, которые, вот как камни, они лежат, редко-редко их когда-то пшикаем, поливаем. Поэтому тут литопсы любят, когда, скажем так, их не любят, когда на них не особо обращают внимание. На этом все. Всего доброго. Продолжение следует...